Малые территории большой страны. Многообразие даров сибирской земли вдохновляет предпринимателей выходить на так называемые малые пространства и осваивает новые или незаслуженно забытые старые минеральные источники. Мы как-то вот это время не очень, мне кажется, этими всеми проектами болели и занимались, но сейчас мы видим, что это будет пользоваться спросом, особенно в условиях, когда отдых, подобный отдых за границей стоит гораздо выше. Я думаю, что и у наших северных коллег, и у тех, кто проживает на территории непосредственно Тюменской области, и кто проживает в других субъектах Российской Федерации, это будет пользоваться спросом. Так случилось с пришедшим запустением еще в 1992 году санаторием Нива под Заводоуковском. Несколько лет назад предприниматели увидели здесь точки роста. В 560 миллионов рублей инвестиций и взору гостей открывается настоящая немецкая деревня, полная самых современных технологий и возможностей для восстановления здоровья. Совсем другая история у профилактория «Светлый». Начав строительство с нуля, в 2009 году сюда было привлечено 75 миллионов инвестиций, из которых 18,5 – господдержка региона в виде займа под глиготные проценты. «Мы принимаем детей на лечение от 20 дней жизни, в отличие от других здравниц, потому что вообще все санатории работают с детьми только от трех лет. Берем мы на лечение с патологиями костно-мышечной системы, с речевыми патологиями». Число предпринимателей в Тюменской области превышает общероссийский показатель на 22%. Особую атмосферу для инвестиций в регионе отметили и гости областной конференции для предпринимателей, которая прошла в Елутровске. «Видна, чувствуется уверенность людей в том, что все будет и все получится. Это очень важный показатель. Горящие глаза и какая-то идейная, очень мощная сущность. И, наверное, вера и уверенность в том, что все получится. Это правда важно и это редкость». Интересный и здоровый бизнес на малых территориях сегодня становится нормой. Вместо крупных корпораций здесь работают местные предприниматели, умеющие трудиться за пределами крупных населенных пунктов и разбирающиеся в специфике своего района. Это позволяет создавать неповторимое лицо края, в котором жизнь бурлит и за пределами областного центра». Ларислав Соколов, Юрий Гудок, Рафа Юпов, информационное агентство «Тюменская линия». Ларислав Соколов, Юрий Гудок, Рафа 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 Юрий Гудок,